Подходит к концу апреля. Это значит, что летняя форумная кампания все ближе. Для представителей активной молодежи наступило самое подходящее время, чтобы определиться с выбором и успеть подать заявку на образовательные форумы. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. Молодежные образовательные форумы – это возможность получить новые знания от известных деятелей в разных сферах, найти единомышленников из всех уголков страны, а также получить финансовую поддержку на свой проект. Однако из года в год специалисты регионального центра молодежной политики сталкиваются с тем, что желающих не так много. В прошлом году было очень много новых людей. В этом году хотелось бы сохранить эту тенденцию, потому что люди, ну, их просто нужно отправлять, хотя бы, чтобы они это прочувствовали. Естественно, выхлоп не такой большой, как хочется. То есть проект в прошлом году победило вроде бы всего три человека. Это из 50 человек, которые вообще ездили. Ну, хотелось бы, чтобы было больше. Ну, и плюс, когда есть конкуренция, это уже интереснее. Мы не должны искать людей, вот вытаскивать и говорить, ну, поехали, ну, пожалуйста. Люди должны к нам приходить и говорить, блин, я хочу поехать. Татьяна, подбери мне, пожалуйста, форум. Я вот люблю вот это, вот это, вот это. Я ему выкатываю список из 13 форумов и говорю, слушай, давай вот ты попробуешь сюда, сюда и сюда. На данный момент время проведения форумов остаётся прежним. Но в случае, если ситуация с пандемией коронавируса не стабилизируется, организаторы будут переносить сроки. Заранее, то есть, уже участники набираются и когда, как только откроется, как только станет безопасно, мы уже можем туда ехать. То есть, никто не в период коронавируса, естественно, отправлять никого не станет. Также и по форумной компании РДШ, то есть, ну, для детей от 8 до 17 лет, уже проходят конкурсы. То есть, это на территорию, их маленькая территория смыслов ТС самоуправления, у них уже прошёл конкурс и уже на большой школьный пикник проходят и на другие. То есть, там недостаток участников, потому что, ну, мне кажется, люди просто боятся отправлять своих детей. Хотя, ещё раз повторяю, никто никого не отправит, если будет коронавирус. Хоть какая-либо, особенно в случае с детьми, никто никого не отправит. Подать заявку может каждый желающий в возрасте от 18 до 30 лет на сайте АИС «Молодёжь России». Исключением является форум Таврида. Там верхняя граница – 35 лет, а заявка оформляется непосредственно на сайте форума. Всю информацию по квотам для каждого направления можно найти в официальной группе «Молодёжь Ненецкого округа», в социальной сети ВКонтакте или обратившись напрямую к специалистам Центра молодёжной политики. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова